Всем привет, с вами Байки о байках и это новый выпуск новостей. Компания Codex представила новый универсальный вилсет 36 диск. Производитель заявляет, что новые колеса гарантируют непроизойденное ускорение, эффективность и контроль даже на неровных дорогах и при порывистом ветре. Комплект весит 1302 грамма и обеспечивает лучшее соотношение жесткости к весу, чем у конкурирующих моделей от Zip, Bondrager и Roval. Новый низкий профиль обода высотой 36 мм обеспечивает превосходную стабильность при переменчивом ветре. Усиливающие слои карбона уложены именно там, где это нужно для обеспечения необходимой прочности и жесткости обода. Это в сочетании с ультрапрочными карбоновыми аэроспицами дает значительный прирост соотношения трансмиссионной жесткости к весу. Трансмиссионная жесткость – это новый термин, который ввела компания Codex. Для ее определения обод фиксируется неподвижно, а ко втулке прилагается скручивающая сила. Чем больше втулка вращается внутри колеса, тем меньше трансмиссионная жесткость. Эта характеристика позволяет понять, насколько большими будут потери энергии при мощном педалировании. Эти спицы также дают отличное соотношение поперечной жесткости к весу. Благодаря этому должна достигаться высокая точность управления. Прецизионные втулки Codex R1 C30 на керамических подшипниках также добавляют энергоэффективности и наката. Обод с конструкцией Hooklis и внутренней шириной 22,4 мм позволяет использовать современные широкие покрышки, благодаря чему увеличивается пятно контакта. Это дает лучшее сцепление, управляемость, поглощение ударов и меньше утомляемость гонщика. Codex предлагает использовать с этим новым бескамерным вилсетом покрышки шириной от 25 до 32 миллиметров. А доступны они будут сентября 2021 года по цене 1200 евро за переднее и 1400 за заднее колесо. Cale Naga анонсировала ограниченную версию своего велосипеда V3 RS, приуроченную к 108 гонке Tour de France. И этот уникальный байк будет стоить внушительные 16 тысяч долларов. Это первый официальный велосипед в истории Tour de France. Будет выпущено всего 108 экземпляров, по одному на каждый этап гонки, первый из которых прошел в далеком 1903 году. Велосипед преимущественно черный, а желтые элементы отдают дань уважения великой многодневке и делают отсылку к желтой майке лидера. На вилке и верхней трубе рамы размещен логотип гонки, а в месте соединения верхних перьев изображен контур Франции со словами V3 RS победитель Tour de France 2020 года в честь Тадея Погачара, который победил в прошлом году на Colnaga V3 RS. Руководство гонки признает, что фирма Colnaga – это часть истории Tour de France, а велосипеды марки называют одними из самых технологичных и грамотно спроектированных в мире. Разработка V3 RS была начата еще в 2019 году как преемник модели V2R. Он стал легче и жестче и соответствует всем требованиям современного супербайка. Он доступен в модификации с дисковыми тормозами, вмещают широкие 30-мм покрышки и в нем полностью скрытая проводка. Ряд остальных компонентов также лицензирован Tour de France. Celi Italia поставляет седло SLR Boost Carbon Superflow, а Continental – шины Grand Prix 5000. В остальном велосипед украшают превосходные колеса Boro Ultra WTO DB и однокомпонентный руль вынос из карбона Dedo Elementi Alenero DCR. Для эксклюзивного байка выбран 12-скоростной дисковый групп-сет Compagnola SuperRecord EPS – одна тормозная ручка, которая будет окрашена в желтый. Можно предположить, что фанатов гонки и бренда не остановит заоблачная цена. Из 108 экземпляров молниеносно будут раскуплены. VITAS представил новую линейку шоссейных велосипедов ZX1 EVO. При разработке большого внимания было уделено аэродинамике, поэтому рама выглядит очень гладкой и аккуратной. Вся проводка полностью внутренняя, а аэродинамический профиль труб в сочетании с аэроколесами дают понять, что ZX1 EVO просто летает. Байк спроектирован так, чтобы противостоять ветру и обеспечивать отличный уровень жесткости. Велосипед получился не просто быстрым, он готов состязаться с супербайками мирового уровня. Но даже если нет задачи соревноваться, велосипед ощущается очень эффективным, особенно на скоростях больше 32 км в час. Надо понимать, что это производительный байк и не следует ожидать от него избыточного комфорта. Его жесткость поможет преодолевать подъемы и взрывать на спринте. Велосипед неожиданно хорошо управляется, особенно на скорости. Он чувствуется очень сбалансированным. Принимая во внимание все это, особенно впечатляет, что ZX1 EVO по-прежнему достаточно комфортный. Вилка имеет плавный переход в раму и, следуя современным тенденциям, внутренняя проводка проходит внутри руля, выноса и рулевой колонки. Колеса крепятся на 12-мм сквозных осях, а тормоза стандарта Flat Mount. VITUS доступен в шести размерах от XS до XXL с длиной верхней трубы от 520 до 592 мм. В размере M верхняя труба длиной 551 мм. Рулевая 129,6 и подседельная труба 510. Колесная база 991 мм. Перья 410, угол рулевой 72,4, а подседельная труба 73,4 градуса. Стек и рич довольно обычные, 543 и 387 мм соответственно. На велосипед установлены бескамерные карбоновые колеса Reynolds AR-DB. Высотой профиля 58 для переднего и 62 для заднего колеса. А обута они в покрышке Schwalbe One Performance шириной 25 мм. В линейку входит 6 моделей и стоимость начинается от 3 900 евро за модель на группсете Shimano Ultegra R8000 и доходит до 7 400 евро за модель на SRAM RED E-TEP iXS HRD. На этом все, подписывайтесь на канал, смотрите новые выпуски и узнавайте обо всем первыми. И не забудьте нажать на колокольчик. С вами были Байки о байках, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok